Слушай, мама, приедем. Косячу. Еще одну вопросу про это рассказать. Ну, про это надо. Нет, девочки, меньше косячу. Не факт. Ну, я, по-моему. Всем привет, друзья, с вами Андрей. Это канал Футбол от Ажизни. И это очередной выпуск про Вик-Пенальти. Сегодня у меня в гостях Юлия Жбанникова. Привет. Привет. Юля Жбанникова. Игрок женской команды Алтай. Лучший игрок Алтая 2017 года. Сейчас мы пробьем серию пенальти. И уже посмотрим после нее, получится ли мне подзадать вопросы или нет. Поехали. Так, ну, первый вопрос. Ну, у меня вот так вот возник, когда я только пытался тебя пригласить на съемки. У тебя мама-тренер. Да. Причем твой. Да. Прилетала ли когда-нибудь от кого-нибудь такие фразы? Вот, типа, у тебя мама-тренер, вот ты в команде, там, тыры-пыры, все такое. Нет, потому что ко мне никогда не было какого-то особого отношения. Типа, дочка, давай туда-сюда. Наоборот, всегда, там, я должна была там бить дальше и так далее. Короче, очень много было со стороны мамы. Ну, типа, я редко слышала какую-то похвалу. И, ну, блин, типа, нет. В основном, старше, если я что-нибудь там где-нибудь начну ругаться или огрызаться, типа, я не посмотрю на то, что у тебя мама-тренер, ну, типа, прилетит, короче, мне. А так, нет, никуда не слышала. Второй вопрос, я задавал этот вопрос твоей маме, и теперь задам и тебе. Тебе говорили ли когда-нибудь, что футбол, типа, ну, это вообще не женское? Постоянно. Типа, нет, вы что, там должны играть парни. Часто очень, кстати, слышу, ну, вот с возрастом, не знаю, реже стали говорить, когда маленькая была в основном, часто, ты что, девочка должна там танцевать, петь? Извините, не получилось. Третий вопрос стал уже каким-то традиционным. Расскажите зашкварную историю, ну, желательно, связанную, может, с спором каких-нибудь или просто с футбола. В смысле, между, как в команде? Да. Ну, если не вспомнишь такую, но просто из своей жизни. Зашкварная история. Ну, я не знаю, можно ли это засчитать. Но мы когда только пришли, короче, тренироваться, ну, то есть, просто сидеть там на поле с девочками, это я постоянно слышала, ну, маленькая когда была, всегда так делала. А когда вот уже, ну, решили, что можно бы уже заниматься, они тупо сидеть. Мы с девчонкой вдвоем пришли, уже официально, так скажем, в форме, все дела. Она была у меня старше на год, ну, маленький, что, мне 7 лет, ну, вью-8 получается. Мама там что-то девочкам объясняет, они там что-то кого-то пытаются сделать. Ну, короче, нам что-то, видать, надоело, я не знаю. Мы пошли играть в прятки. Мы, короче, бегали по всему Смертино, там, за трибуны везде. Я не знаю, почему мама нас не заметила, она, наверное, сильно заметна была. И все, мы, короче, прибегаем, к концу тренировки, такие все набегались, красные, все. Стоим и услышим. Мама там, год тренировка, там, следующая, тогда, тогда, там, такие, да, все, классно. И такие друг на друга смотрим, типа, прикольно прошла первая тренировка. Мама такая, говорит, что тебе понравилось? Я такая, да, нормально, просто. То есть ты не занималась? Нет, мы в пятки играем. Как попасть в Alltime? Когда она только тренировалась. Нет, кстати, эта девочка, как сих пор занимается. Четвертый вопрос. Ты следишь за Alltime, за основной мужской командой. Я тебе сейчас назову футболистом, а ты должна отрекинговать. То есть, может быть, каким-то личным у тебя притязанием, там, ну, кто для тебя там номер один, два, три, и так далее. Сычев, Куковицын, Шабалин, Баженов. Уже, я не знаю. Ну, Сыч, естественно, первый, все как надо. Куковицын. Шабалин. Кто там еще был? Куковицын. Все по порядку, ты все правильно так и называл. Скажи еще раз. Девятку попаду. Нет. Вот это девятка. Юль, спасибо тебе большое, что ты поучаствовала в интервью. Ну, и теперь традиционный вопрос. Назови трех идей, которые ты бы хотела видеть в рубрике про гнев и пенальти. Ну, я думаю, тебе было бы интересно пообщаться с Сашей Трикиной. У нее есть опыт игры в сборной. Ну, Аня Беломыцева и Кать Козырева. Все хорошо. Ну, и теперь наказание. Мы сделали с тобой, ну, после уже серии интернерти, фото, которое вы можете увидеть, я не буду его даже здесь на экране показывать, вы можете увидеть у Юли в Инстаграме. Те нужно на этом фото отметить меня. И в описании, там, сейчас, сердечко одно и 404 написать. А, не многовато ли? Нет, все. Ладно. Объясняю, что, значит, число 404 – это количество дней от моего дня рождения до дня рождения Юли. Потому что там так вышло, что один год разница, один месяц, одна неделя и один день. И в сумме так получилось, что 404 дня. Поэтому все, с тебя вот такая вот фотография. Отключаешь меня на фото. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь. Че ты ржешь? Ну, пятый раз уже. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на Юли в Инстаграме. Я также оставлю твой второй аккаунт, где ты читаешь стихотворение. Поэтому, ребят, подписывайтесь на Юли. Подписывайтесь на меня в Инстаграме. С вами был Андрей, Юля и канал Футбол ТЖ. До новых встреч, друзья. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok